Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня очередное видео на тему Ableton Move. Кто не знает и не смотрел предыдущие видео, обязательно посмотрите. Компания Ableton выпустила такой вот мобильный портативный девайсик, который называется Ableton Move. Это грувбокс и контроллер, который имеет батарейку, у него есть микрофон. И самое интересное для меня, то что в него можно загружать не просто какие-то там машины или пресеты, а можно полноценно патчить набор эффектов и выбрать там синтезатор. Пока их только два, это Drift и Wavetable, ну и Drumrack еще. И добавить эффекты тоже определенные. И все эти эффекты и все эти синтезаторы можно взять из Ableton Live, что облегчает задачу особенно пользователям Ableton Live и возможно загрузить такой паттерн, ну или пресет, не знаю как назвать его, в общем-то, пресет, наверное, в этот девайс и играть им. Кроме того, там можно играть не только синтезатором и управлять его параметрами, можно назначить 8 макросов абсолютно на любой параметр из этой цепи и управлять. Таким образом, я не знаю, кто сталкивался с таким когда-нибудь или нет, но, в общем, у меня был аналог FO когда-то от компании Electron, который имел Performance Mode. И вот там можно было назначить на эти макросы какие-то изменения у синтезатора и играть лайвом. Сейчас у нас есть возможность делать это теперь на вот этом пресете и загружать его в Ableton Move. Давайте я покажу, как это выглядит. У меня есть вот такой вот падик, который я запущу вот на этом синтезаторе. Я настроил дрифт по своему вкусу, чтобы это был... Ну, такой вот полифонический синтезатор, многоголосый. Вы можете настраивать как вам угодно, на самом деле. Можно, если вам интересно, можно, конечно, попозже взять обзорчик именно этот дрифт. Тут есть нойз, несколько осцилляторов. И чтобы нам создать пресет для Ableton Move, нам необходимо этот дрифт положить в инструмент трек и положить еще в один инструмент трек для того, чтобы как раз-таки... Ну, такая архитектура Ableton Move, поэтому нужно создать два инструмент трека. И вот этот первый инструмент трек вообще никак не трогать, а второй можно, в принципе, управлять им что угодно. Давайте подумаем, что можно назначить на эти макросы. Ну, прежде всего, наверное, фильтр я бы хотел назначить на макрос D. Я назначу ее на первый. Резонанс на второй. Rate LFO я назначу на третий. Возможно, вот такой шейп осциллятора я тоже добавлю на четвертый. Не знаю насчет дитёна пока, но... Давайте попробуем тогда назначить на пятый, может быть, осциллятор первый, осциллятор второй. В принципе, на самом деле, это не особо имеет значение, как это будет сейчас выглядеть, но пускай будет вот так. Допустим, нам надо вот эти параметры запрограммировать. Можно даже envelope, аттенюатор добавить на седьмой и... И давайте noise добавим на восьмой. Также я могу сюда добавить два эффекта. Два эффекта. Я вот тут выделил синеньким специально... Девайсы и эффекты, которые поддерживает Ableton Move. Я думаю, что мне стоит добавить, наверное, сюда какой-нибудь форус. Нужно добавлять обязательно вот в этот инструмент трек. Сразу звук стал таким широким. Можно немножко поднастроить его. Да, в принципе, он меня устраивает. И давайте добавим реверберацию. Можно до двух эффектов добавить. Сейчас я настрою немножко по своему вкусу. Отключу здесь хорос. Давайте послушаем, как звучит с битом. Покрутим наши макросы. По-моему, классный пэд получился. Теперь нам нужно его сохранить. Во-первых, нам нужно сохранить этот инструмент трек для того, чтобы я мог использовать его в программе Ableton. То есть я называю, например, его... Вот он сохранился у меня здесь. В инструмент треке. А также вот в этой папочке он у меня сохранился. Но для Ableton Move нам необходимо сделать кое-что еще. У Ableton Move свой формат. И для того, чтобы ваш Ableton мог сохранять в этот формат, там необходимо кое-как прошить Ableton Live. Ну, там добавить, в общем, текстовый файл нужно на сайте Ableton. Есть информация об этом. Если вы не найдете, напишите комментарий к этому видео. Я скину ссылку. И когда вы просчете свой Ableton, то вы сможете делать вот такую штуку. Export as Move или Node Preset. Я уже тут создал специальную отдельную папочку для этого. Все, вот он сохранился. Вот сюда. И теперь нам нужно подключить наш девайс по Wi-Fi. Ухмус подключился. Тут есть раздел Sets, Records, Samples, Presets. Вот в пресетах я создал папочку. И вот сюда я и закину свой созданный синтезатор. Давайте там теперь отключим его. И найдем здесь. На четвертом треке. Вот он появился. И наши настройки, которые мы настроили, макросы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Также нам доступны вот эти эффекты, которые мы добавляли. Хорус, соответственно, и реверк. Ну и очень быстро мы можем сбросить этот... То, что мы накрутили, короче, можем и сбросить. Субтитры сделал DimaTorzok. Эти параметры тоже можно записать. Автоматизацию. Автоматизацию. Добро пала. Добро пала. вот такие крутые возможности есть у эблтона и у эблтона мува чтобы обмениваться во первых вот таким пресетами который содержит себе несколько инструментов инструментов и эффектов которые вы можете сами выбирать сами настраивать в том числе и в эблтоне что в принципе удобно потому что можете заняться саунд дизайном а потом определить какую ручку крутить там во время джема и сохраняя такие пресеты очень удобно муви соответственно шаг на встречу кастомного груббокса уже сделан если эблтон пойдет дальше и будет продвигать эту идею может быть внедрить сюда макс фолай в девайсы возможно какие-то алгоритмические истории может быть миди эффекты что очень хотелось бы в будущем наверное увидеть чтобы можно было на дорожку хотя в один миди эффект добавлять чтобы были режим аккордов и вклидовые ритмы и в том числе я думаю что этот девайс вполне может потянуть такие штуки и тогда нас ждет впереди что-то очень очень интересное и кастомное мне доставляет удовольствие конечно же создавать такие паттерны потому что я чувствую что я понимаю что могу влиять на синтезатор я могу создавать его это такая модульность в цифровом формате которая дает очень много веселья и индивидуальности скажу честно синтезатор дрифт мне очень понравился я никогда не пробовал его до этого сейчас начал изучать его очень похож на риф 2 в том числе мне нравится что тенденция делать cycling огибающие после модуля мац стали трендом мне нравится эта история помните микро фрик тоже последовали этой же истории в том же риф 2 тоже есть тут есть акселерий envelope которая тоже может быть cycling огибающий когда на повторе идет огибающий как его становится сложная такая здесь три все тоже это есть короче с дрифтом позанимался настроил вот такой пресет думаю что на нем можно делать много чего не обязательно педы в том числе и какие-то басовые линии если вам интересен формат такого видео обязательно напишите мне возможно мы будем создавать собственные пресеты этот пресет я также выложу на бусте вы можете скачать его добавить в свой и болтан life или в свой мук если у вас такой есть был бы круто если бы владельцы я потом move также подписались на мой канал и мы объединились на просторах интернета вокруг моего канала и начали бы общаться потому что я планирую этот девайс скорее всего оставить мне очень нравится его возможности которые я буду проверять испытывать и рассказывать вам на своем youtube канале так что если вы еще не подписались обязательно сделайте это большое спасибо всем моим бустером большое спасибо всем тем кто поддерживает мой канал до скорых встреч пока